Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем читать текст о фастфуде, и это из рабочей тетради к сборнику или к учебнику ALTS Intermediate. Ссылка на начало, ибо это уже вторая часть, ссылка на начало стоит в описании видео, равно как и ссылка на скриншот этой страницы, если у вас нет этой рабочей тетради. Итак, фастфуд chains know that they are ordinary. They want to be ordinary and to be thought of as almost inseparable from the idea of everyday food consumed outside the home. They are happy to allow their customers time off for holidays, Thanksgiving, Christmas, and so on, for which they do not cater. Even those comparatively rare holiday times are turned to a profit, because the companies know that their favorite customers, families, are at home together, rather than watching television, where carefully placed commercials will spread the words concerning new fast food products and reimprint the image of the various chains for later. Сети ресторанов быстрой еды знают, что они обычные заведения общепита. Они хотят быть обычными и хотят, чтобы они думали, как почти о неотъемлемой части процесса потребления еды вне дома. Они рады дать своим клиентам выходной на праздники, такие как День Благодарения, Рождество и так далее, во время которых они не обслуживают клиентов. Но даже эти относительно редкие моменты праздников превращаются в доход, потому что компании знают, что их любимые клиенты, семьи, находятся дома, смотрят телевизор, где при помощи тщательно размещенных там рекламных роликов им рассказывают о новых продуктах ресторанов быстрой еды и утверждают еще раз и еще раз имидж этих ресторанов на будущее. Итак, что мы имеем здесь? Ну, в принципе, первое предложение ничего интересного. Слово ordinary это обычный. Обычный в самом общем смысле слова, то есть обычный, заурядный, повседневный там и так далее. Далее начинается самое интересное вот здесь. Они хотят быть обычными, но это еще куда ни шло. А дальше вот отсюда нужно немножко фантазировать. Потому что если дословно, то это получается, ну я даже не знаю, как это назвать, но в любом случае они хотят, чтобы о них думали. Значит, здесь весь изюм в том, что вот это вот, это пассивный инфинитив, поэтому здесь и при переводе появляется слово чтобы. Но если переводить его в пассиве, будет не очень красиво, поэтому нужно фантазировать, чтобы люди о них думали или просто чтобы о них думали как угодно. А далее вот это вот считали, чтобы их считали почти неотъемлемыми, вот это вот almost inseparable, почти неотъемлемыми от идеи. Слово идея можно игнорировать, при этом его можно вообще не переводить. От, и далее сразу перепрыгнуть сюда, everyday food consumed outside the home. От ежедневного потребления еды вне дома. Здесь тоже не дословный перевод, получается дословно от ежедневной еды, потребляемой вне дома. Но согласитесь, тоже не очень красиво, поэтому здесь тоже нужно фантазировать. Далее allow, позволить, это в смысле позволить иметь как бы. Далее time off, это еще один вариант слова выходные. Или время отдыха, можно и так говорить на выходных. Да, пожалуй, время отдыха звучит лучше. Здесь имеется в виду время отдыха от ресторана. Ну, то есть время, когда не надо, или люди обычно туда, в эти фастфуды не ходят. Далее for, оно относится к вот этому вот всему, то есть в течение которых, вот здесь можно было бы сказать during по-другому. То есть во время вот этих праздников они не доставляют еду или просто не обслуживают. Слово cater в данном случае это обслуживать, причем именно в сфере, как правило, это в ресторанах, это в заведениях общепита и все такое. Далее comparatively rare, очень хорошая фраза, относительно редкий. Далее turn to, еще одна интересная фраза. Эти относительно редкие праздники или выходные превращаются, превращены точнее. Turn to, превращаются или превращены во что? В доход. Profit. Обратите внимание на предлоги. А далее опять начинается очень интересно, потому что компании знают, ну, здесь в принципе все ясно. Watching television тоже ясно. А далее вот это. Where carefully placed commercials will spread the word concerning the new fast food products and rain print. И все такое, все такое до самого конца. Здесь вот это слово commercials, это рекламные блоки, по большому счету. То есть тщательно или, как сказать, даже не знаю, ну, пожалуй, тщательно лучше всего. Тщательно размещенные рекламные блоки. А дальше вот это will spread the word. Как это понимать? Если дословно разносят слово, ну, мы так не говорим, здесь можно просто было бы сказать speak. Это было бы правильно. Можно было бы сказать talk. Тоже было бы правильно, но speak, как по мне, лучше. То есть говорят или сообщают. Вот так вот. Announce тоже можно. Слово. И дальше вот это слово, вот это вот, оно связано со словом concerning. То есть говорят о чем? Говорят о новых продуктах. О новой продукции этих ресторанов. То есть здесь, по большому счету, можно было бы about поставить. То есть можно было бы сказать speak about new fast food products. Вот таким вот образом. Далее. Reimprint. Повторно насаждают. Можно и так говорить. Image. Ну и все далее более-менее понятно. For later. Это в смысле for the future. Можно и так это понимать. То есть на будущее. Едем дальше. Families are the customers the fast food chains want. Good, law-abiding citizens who love their children, teaching them how good hamburgers are for them. The chains even have very bright lighting to make sure that undesirable people don't want to come in. Семьи это те клиенты, которых хотят у себя видеть рестораны, сети ресторанов быстрой еды. Хорошие, законопослушные граждане, которые любят своих детей и учат их, как полезны для них гамбургеры. Сети ресторанов даже используют яркое освещение для того, чтобы нежелательные люди не хотели туда входить. Итак, что у нас здесь интересного? Ну, в принципе, здесь ничего такого супер нет. Пожалуй, teaching them how good hamburgers are for them. Вот это немножко странная фраза. Но что поделаешь, здесь получилась тавтология. Не очень красиво, но тут, по-моему, нет выхода. То есть, учащие их или обучающие их, кого? Детей. Как хороши гамбургеры для них. То есть, для кого? Опять же, для детишек. Далее, lighting, то есть, освещение. Далее, вот эта интересная штуковина. To make sure. Значит, имеют яркое освещение и этим добиваются, чтобы нежелательные люди не входили. То есть, чтобы добиться или достичь цели, чтобы нежелательные люди не хотели войти в это заведение. Supplying a hamburger that is perfect in terms of shape, weight, temperature, together with selections from a preset list of extras to a customer who knows what to expect is a difficult thing to do. The technology involved has meant spending huge sums on research, and there are also political and economic questions to consider how to maintain supplies of cheap beef and cheap buns. However, the image that is maintained is of a causal eating experience, make up your own mind, but there is more to a hamburger than just beef in a bread roll. Очень трудно дать клиенту, который знает, чего ожидать, гамбургер, который идеален в плане формы, веса, температуры, вместе с определенными выбранными заранее добавками. В технологии, которая используется для этого, тратятся огромные суммы денег на исследования, а также есть политические и экономические вопросы, которые следует принимать во внимание. Как иметь постоянные поставки дешевой говядины и дешевых булочек? Однако, здесь поддерживается имидж повседневного, будничного питания. Вы можете сами для себя решать, но гамбургер это не просто кусок говядины в булочке. Итак, первое предложение в абзаце невероятно интересное, и чтобы его перевести, честно говоря, как по мне, лучше всего начинать с конца. То есть, можно, в принципе, попробовать и сначала, но, честно говоря, я не знаю, как красиво перевести сначала. Поэтому я перевела с конца, хотя это и не обязательно было делать. Поэтому я сначала переведу вот это. Очень трудно. Это, по большому счету, весь смысл этой фразы. Difficult thing to do. В данном случае, to do вообще можно игнорировать. They think, в принципе, можно игнорировать. То есть, трудно. А далее, вот это я переведу. Дать гамбургер, или поставить гамбургер, или принести гамбургер, в конце концов. А далее я вернусь опять в конец и переведу вот это. Кому дать этот гамбургер? Клиенту, который знает, чего ожидать. Ну, а дальше придется переводить все остальное. Вот это вот, весь этот кусок под номером 4 будет. То есть, получается сначала самый конец, потом самое начало, потом то, что ближе к концу, а потом середина. Почему так получается? По большому счету, если начать переводить сначала, это тоже будет правильно. Но оно будет немного коряво. А поскольку главная мысль здесь находится в конце предложения. А вот это вот все, supply, hamburger, that is perfect, и все такое. И далее до самого extras, это все в одно предложение. Здесь можно было бы после гамбургера тоже запятую поставить. Это просто уточнение, которое следует после слова hamburger и относится исключительно к нему. Поэтому все это можно проигнорировать. И вот поэтому главная мысль у нас оказывается в конце фразы. И получается, что если мы начнем переводить сначала, пока дойдем до конца, мы забудем, о чем мы вообще говорим. И поэтому лучше начать переводить именно с конца. Далее. Вот это интересная штуковина тоже. That is perfect in terms of shape, там, weight и так далее. То есть, который идеален в терминах, форме и так далее. Мы так, конечно, не говорим. Здесь можно сказать в плане или в смысле формы, там, веса, температуры и так далее. Далее. Together with selections from pre-set list of extras. Вместе с подборкой заранее выбранного списка добавок. Здесь это можно понимать как список добавок в сам гамбургер. А можно понимать, что гамбургеры люди обычно просто не едят, берут еще чего-нибудь. Поэтому там салатик, картошечку и так далее. Поэтому здесь, скорее всего, имеется в виду с добавками в меню. Едем дальше. Дальше второе предложение, опять же, тоже получается очень такое хитрое. Технология используемая. Вот это вот involved, оно могло стоять и в начале предложения. То есть, можно было бы сказать the involved technology. Это тоже было бы правильно, потому что здесь involved – это не глагол. Его иногда называют participle adjective. Иногда просто говорят, что это прилагательное, которое произошло от третьей формы глагола. Но как бы там ни было, оно отвечает на вопрос, какой, какая технология. Используемая. Здесь involved – это используемая. Здесь можно было бы сказать used. Это тоже было бы правильно. Или being used. Тоже как вариант being used лучше. То есть, используемая технология. Has meant. Значит, здесь стоит present perfect. Ну, что на это скажешь? Почему бы и нет? Можно и present perfect поставить. То есть, предполагает использование или трату больших сумм денег на исследование. Здесь нет слова денег, но поскольку стоит слово sum, sum – это сумма. И речь обычно идет о деньгах. Тратить на исследование. Обратите внимание, что на, а исследования неисчисляемые. Поэтому здесь хоть и имеется в виду множественное число, но пишется слово как бы в единственном. Потому что в английском это неисчисляемое. Далее. There are also political economic questions to consider. Принимать во внимание. То есть, есть политические и экономические вопросы, которые следует принимать во внимание. Здесь нет «которые» и здесь нет «следует». Оно подразумевается. Потому что здесь стоит вот это, «are», дальше там чего-то, а дальше инфинитив. Когда у меня вот такая вот картина, это значит, что у меня, скорее всего, речь идет о какой-то обязательности. Далее. Maintain supplies. Поддерживать поставки, если дословно. Или делать поставки. Причем постоянные поставки делать, не просто один раз. Далее. Chip beef. Ну, здесь, в принципе, все ясно. Далее. Однако. Ну, здесь тоже, в принципе, все ясно. Обратите внимание, здесь пассив. The image that is maintained. Image, который поддерживается. Здесь, кстати, тоже, если начать переводить все подряд, тоже получается не очень красиво. Image, который поддерживается, является повседневным опытом поедания еды. Ну, вот что-то такое. Ну, сами понимаете, мягко говоря, не звучит. Поэтому тоже надо фантазировать. Далее. Make up your own mind. Вот это очень хорошая фраза. Иными словами, make your decision. Можно и так было бы сказать. Make your own decisions. То есть, решайте для себя сами. Или думайте сами, решайте сами. А дальше тоже очень интересно. There is more to a hamburger than just beef in a bread roll. Гамбургер – это нечто большее, чем говядина в булочке. Вот такая хорошая фраза. Стоит ее запомнить и можно ее даже где-то использовать. Дальше после текста у нас упражнения, которые, по-моему, не очень сложные. Здесь надо поставить true или false. Или not given. Здесь еще not given может быть. Ну, посмотрим, что у нас здесь. Each employee is encouraged by the chain to have his or her own individual way of communicating with customers. Работников сетей и ресторанов быстрого питания поощряют общаться с клиентами или вырабатывать собственный путь общения с клиентами. Это, конечно же, не так. Это false, ибо у них установленный порядок, как общаться с людьми. Далее. Fast food companies started selling salads because of worries about health. Компании, производящие fast food, стали продавать салаты, потому что появились опасения касательно здоровья. Это true. Далее. Третье. Салаты более популярны в некоторых сетях ресторанов быстрой еды в наши дни. И вот в тексте об этом не было сказано ни слова, что там популярно, что не популярно. Not mentioned или not stated, как там было сказано. Not given. Not given. То есть в тексте не было речи об этом. Далее. Fast food companies want to attract people who are too busy to cook at home. Компании, производящие и продающие fast food, хотят привлечь внимание людей, которые слишком заняты, чтобы готовить дома. Об этом тоже не было сказано. Not given. Здесь можно было бы даже сказать false, потому что в тексте речь идет о целевой аудитории. Это были семьи. Families. Вот это те, кого они привлекают в основном. Они никак не привлекают людей, которые просто слишком заняты. Об этом не было речи. Но я, наверное, напишу not given, потому что именно об таких людях речи не шло. Ладно. Возьмем пятое. There are certain types of customers who are not welcome at fast food outlets. Есть определенные типы клиентов, которых не хотят видеть в ресторанах быстрой еды. Это тоже интересный вопрос. Скорее всего, здесь будет true, поскольку, если я не ошибаюсь, это было вот здесь. But undesirable people don't want to come in. То есть они делают яркое освещение, чтобы нежелательные люди не заходили. При этом не уточняется, какие именно люди считаются нежелательными. Но, тем не менее, речь шла о них, поэтому возьмем на себя смелость, поставим true. Далее. Продавать гамбургеры людям очень просто. Это не так. Это false. Поскольку, на самом деле, все совершенно непросто. Для этого тратятся бешеные деньги на исследования и все такое. Седьмое. More money needs to be spent on research into new fast food technology. Больше денег нужно потратить на исследования. В новой технологии fast food. Об этом не было сказано. Сказано, что уже тратятся деньги большие. Здесь, собственно говоря, ключевое слово вот это. The technology involved. То есть используемая технология. Она уже используемая. Она не является такой уж новой. Поэтому здесь, я думаю, я поставлю false. Вот такой вот текстик. Напоминаю, что это была вторая часть. Ссылки на первую часть и на скриншот страницы стоят в описании. Видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok